Всем доброго времени суток, друзья! Этот гайд будет у нас посвящен Сларку, вот этому малышу, который жесткий, на самом деле, в лете, самый, один из самых неприятных эскейперов. Ребят, давайте разберем его способности, сильно не будем затягивать. Что же у нас будет делать? Первый спелл это у нас Dark Pact. Он снимает у нас все негативы, замедления, станы, всякие возможные там ультимейты, которые, которые не сильно, не имеют, не сильный, не сильный какой-то вот статус. Потом, что он еще может снимать? Всякие там яды и прочую всякую хрень, которая мешает ему жить. Как это будет происходить? Смотрите, мы нажимаем кнопочку, и вот у нас произошел диспелл, и также он наносит у нас дэмэдж. Наносится у нас дэмэдж в размере 300 единиц, ребят. Вот такой вот спелл, кд 6 секунд, берет 40 маны, просто в применении, легко им и фармить, потому что мы заходим просто и начинаем долбить по кд. У нас уже почти есть спелл, и просто быстренько сейчас зафармим этот кэмп. Все. Также этот спелл наносит нам дэмэдж, равный 100 единицам хитпоинтов, так что, ребят, на лоо хп лучше не юзать, но за суицидство мы от него не можем, но, к сожалению, просадочки хитпоинтов у нас будут являться. Касаемо второго спелла, ребят, второй спелл у нас на Сларке очень прикольный. Сларк у нас прыгает на дистанцию 700, цепляет вот так вот эннеми, и эннеми в это время привязаны, сейчас постараемся показать, как это будет спрятать. Смотрите. Вот так вот, и все, он стоит на месте. Эффект видите? Вот такой вот у нас спелл, второй привязочка у нас, наносит 200 дэмэджа, и персонаж не может никуда отойти с дистанции двух сотен единиц. Прикольный спелл. Также этот спелл можно использовать как преодоление каких-либо препятствий. Допустим, мы хотим перепрыгнуть с хайграунда или на хайграунд, то есть, как бы вот так вот можно использовать этот спелл. У нас появляется персонаж такой, знаете, он становится намного мобильнее, то есть, и соревноваться с ним может только Вивер из-за его прекрасного ультимейта, и в принципе все, вот такой вот у нас второй спелл. Ребят, давайте перейдем к третьему. Касаемо третьего спелла, у нас у Сларка все довольно-таки просто. Мы, когда бьем эннеми, смотрите на нашу ловкость, наша ловкость возрастает по 3 единицы, и у эннеми все статистики, все атрибуты уменьшаются на 1 единицу. Давайте посмотрим досконально. Смотрите, дается эта пассивочка у нас на 120 секунд. Что мы получаем? Мы получаем 3 ловкости за 1 удар, но у врага мы забираем 1 силу, 1 ловкость и 1 интеллект. То есть, мы лишаем врага маны, хитпоинтов, и, соответственно, ловкости. Ловкость это у нас атак спид и movement speed, все мы знаем. Вот, вот такой вот спелл. Если персонажем этим настакивать, третий спелл убежал, и из драки потом опять стакнул, опять перебежал в драку, можно неплохо надамажить, и, в принципе, на 120 секунд это очень долго, ребят, очень долго. Посмотрите на эту венгу, у нее просто уменьшаются хитпоинты и уменьшается мана. Просто вот это жестко, это рили жестко, ребят. Поэтому как-то вот так. Давайте перейдем к ультимейту. Как вы видите, меня постоянно что-то хилит, но когда мы выходим на линию, смотрите, оп, и баф перестал работать. Как же это работает, ребят? Ультимейт у нас работает по такому принципу. У нас дается пассивка. При прокачке ультимейта нам дается пассивка, позволяющая нам бегать и регениться, когда нас никто не видит. Если нас видят, соответственно, мы не регенимся. Но если мы забегаем в туман войны, и нас никто не видит, и мы побежали, загорается пассивочка, оп, выходим, нас опять видно, и, к сожалению, пассивка пропадает. Вот, этим можно пользоваться во время эскейпов, когда вы убегаете куда-то, и жестко вот так вот убегать. Касаемо нажатия ультимейта, смотрите, мы нажимаем ультимейт, и в это время нас никто не видит. Ни товара, ни гем, ни сентри, ни даст, нас ничто не может просветить. Вот смотрите просто. И загорается у нас пассивочка, нас никто не видит, и мы можем как убежать, так и подраться. К сожалению, это действует всего лишь 4 секунды, но за 4 секунды можно неплохо насолить противника, можно хорошенько побить, и хорошо зарегениться. Ведь мы регенимся по 7% от максимального здоровья, ребят. На последнем лавеле 7% от максимального здоровья мы регеним. То есть, если мы пойдем сейчас, подеремся, смотрите, подеремся, нас вот бьют, бьют нас. Даже давайте с первого спела хитпоинты просадим, смотрите. Я нажимаю ультимейт, ультимейт, и начинаю драться, но разницы нет, могу убегать, и я захилил себе какую-то часть хитпоинтов, и успешно убил, и ушел просто. Вот весь смысл Сларка, очень мобильный персонаж, и очень сильный в лейтгейминге, это один из нереальных таких персонажей, потому что его тяжело поймать, когда у него много хитпоинтов, и когда у него лотар, это жестко, ребят. В общем, теория теории, давайте перейдем к практике, и посмотрим, на что же способен наш Сларк. Итак, ребят, начинаем практику. Что ж, первое, что нужно, я так считаю, первое, что нужно купить Сларку, это у нас щиток, без Сларка, может, сразу же пишет. Сор. Дорубяна Сассина сразу берут, но хороший контрпик, на самом деле. Возьмем тангусик, можно сразу апнуть, в принципе, в щиток бомжа. Опа, у нас там Снайп, на миде. Снайп, дай мид. Эх, Биротан, дай мид, ээээ, Калай, Жак, дай, брат. Плес. В общем, касаемо первоначального затара, у нас примерно может быть такой, может быть, в общем, первоначальный затар примерно может быть такой, может быть, вместо этого у нас сразу орбов, орбов веном, я с плюсики качнул. Хорош. Бурен пойдет на топ и стараемся забрать руну, ребят. Что можно качнуть на первом левеле, это, в принципе, зависит от, в принципе, вашего уровня игры. Если мы можем, если мы покупаем орбу, то, типа, можно взять, вкачать третий. То есть, мы будем настакивать и, в принципе, можно изи убить противника. Но, в принципе, на руне, когда частые файты идут именно команда на команду, то есть, допустим, на руне 3 на 3, то лучше, наверное, качнуть сетку, потому что так мы сможем кого-то поймать и все же заберем, как никак 3 секунды персонаж будет стоять у нас АФК. Вот. И, исходя из этого, что ж, можно начинать игру. Погнали, ребят. Смотреть, что у нас может Сларк. Постараемся максимально. Заруинить эту игру. Так, но у нас тут Скай на линии. Ну, пошло. Натрачивание. Бесится чел, что я тут на линии. Но с руки мне не больно вообще абсолютно. А главное четенько ластхитить. И, в принципе, все. Была бы у нас фиссурка у ЕСа, можно было изи. Я думаю, тут кого-нибудь даже принять. Забираем гриппа. Ну, постараемся и этого забрать. Да, забираем. Отлично. Качаем эссенции. У нас третий спелл. Да, добиваем крипчика. Сделаем сапожечку. Касаем эссенции. Затара. Ребят, у нас будет лотар. В любом случае. Потому что через лотар Сларк это просто машина. Просто машина, ребят. Не вижу Сларка вообще без лотара, если честно. Ну, блин, Скай такой поливает, знаете. Чисто Сларк. Не надо тут фармить. Типа дай нам выиграть. А мы будем стараться добивать всех крипов и постараемся выиграть его, выиграть этого Ская. Смотрите, Скай у нас там немного хапанул уже. Хиппоинтов немного. Можно будет даже на втором или на третьем. Ну, тут просто ныруб может станут кинуть. В этом проблема у нас. Ребятки, ЕС у нас забирает крипа. Молодец. Хорошо отыграл. Будем стараться вот этого забирать. Так, забираем. Хорошо. Сейчас мы возьмем сапожек и, наверное, блин, желательно бы взять стик, потому что у нас тут поливает Скай негативами. Чисто как некоторые хейтеры в чате. Но давайте все же возьмем сапог. Сапог нам по-любому нужен. И давайте, наверное, возьмем орбу. А со стиком немного повременим. Так, ну, на орбу не хватает. Там буквально пару копеечек. Сейчас можно будет убить его. Думаю, руба. Главное попасть. Да, найс. Мы перепрыгнули через фиссуру. Дается стан. Но у меня орбов веном есть. Ну, пойдем дальше. Нет, не пойдем дальше. Я тут умру, если не буду драться. Найс. Забираем. Настакали немного. Опа, иный руб идет. Стан давать. Нет, я прыгну, я там умру. Умирать я не хочу никак, ребят. Хотя можно было попробовать прыгнуть и убить, в принципе. Нормально, в принципе. Итак, неплохой размен. Пришлем себе курочку. Давайте со стиком, наверное. Вот так вот. ХП. ХПшки, стик. И можно тут сейчас экспу собрать. Пока ЕСа нету, экспу нам чуть-чуть побольше даст. Норм. Норм, норм. Норм, ЕС тоже. Общительный. Кстати, подписчик попался в игре. Очень молодец. Очень хорошо, очень позитивно ведет себя. Уважение таким подписчикам, на самом деле. Так, выложим стик и курьера. Пошлем за собой, чтобы восполнить себе как можно больше хитпоинтов, потому что хитпоинты нам сейчас терять нельзя. И как бы вот так вот сейчас будем играть. Так, ну что ЕС, можно в принципе вот этого загулявшего парня. Все, один раз ударили, замедление повесилось. Вейдем. Стан. Опа, привязали пацанишку. Хорошо. Хорошо. Скай не выдержал. Скай не выдержал и ливнул. Понимаю. Но будет неинтересно, если это будет такая 15-ти минуточка, потому что нельзя будет показать максимальную максимальную игру на данном персонаже. Го вот этого пацана. Сразу включаем дебаф. Хорошо. Он включил карапас, но нам на карапас все равно, в принципе. И все. Вот так вот на лайне, в принципе, легко на сларке стоять, если есть какой-нибудь хороший, понимающий игрок. Но походу это будет будет походу перезапись, потому что там уже минус 2. ХЗ. ХЗ, ребят. ХЗ. Сларк. Сларк показывает себя всегда в игре, когда есть много энеми, чтобы можно было красиво и аккуратно двигаться, чтобы было по кайфу играть и как бы, чтобы было все топово. Не знаю, но типа унизили на 4-й минуте. Такое себе. Но FF на 15 минут, наверное, напишет. И все. Все. Надо сейчас апнуть нам 6-й левел, чтобы уже спокойно регениться на линии, чтобы было по кайфу. Снайпер, что там потеет? В СФ-СФ? Да, но СФ-5-й левел, у Снайпера 6-й, в принципе. В принципе должен, должен СФ как-то выиграть. господи. Понимаю. Глаза закрывается. Это все из-за химии, ребят. Пластхидит на нем, в принципе, приятно. У него демо 60 на 68, в принципе с ПТ-шкой уже и со стиком можно нормально восхитить. Сразу жмем Дарк Пак. Стан мы кайтим. И в принципе изи фраг. Не знаю, просто в теории персонаж в принципе лег в практике. Еще проще, если надрочиться, хорошо попадать прыжком. Но под стан в принципе только дурачок не попадет под стан, ребят. Жалко, что там повыходили. Купим себе Аквилу, ребят, потому что с Аквилой у нас будет больше хитпоинтов, больше дэмэджа и соответственно мана реген нам тоже необходим. В принципе, он реально необходим, чтобы не ходить на базу. Все мы знаем, что у Сларка с появлением 6 левела открывается ультимейт, который позволяет нам регениться. И это говорит о том, что можно не ходить на базу, но нам нужен будет монопул нормальный, чтобы было маны побольше и чтобы персонажа в принципе не гонять до базы и вот как бы вот так вот стоять спокойно на линиях фармиться. Фурион забрал у меня фарм. Пока ПТ-шку включим на ману. Рекуру. Куру. На топе происходит какой-то дисказ. антимаг убегает. Тут кстати в профите будет наверное собрать арчит. Потому что там антимагус. Антимуг. И я не знаю, я не знаю честно, но тут наверное все же такая пятиминуточка больше, а не игра. Давайте попробуем тавер-то запушить. Опа, мне кинули ману. Ну хотя бы ес. Красавчик знает и не задает вопрос, как ты даешь ману. Ребят, посмотрите на мой дэмэдж. У меня плюс 37 дэмэджа и 1000 хитпоинтов будет если я переключу птшку на агилу. Это в принципе неплохо. Это говорит о том, что 1000 хитпоинтов это уже серьезно. На седьмой минуте это уже серьезно. И с такими хитпоинтами уже в принципе можно драться. И персонаж у нас будет более чем жирный. Это значит, что будем в драках выигрывать и как бы все просто. Ребят, много ребят спрашивали у меня как переагривать тавр. Видели, сейчас тавр меня начал бить. Мы увидели, но не попадаем прыжком. Ну, ес немножко тоже мог в принципе дать фиссуру, но я рассчитывал, что я попаду на самом деле. Вот, мы зашли сюда в тенек. Тавр нас не видит, мы хилимся. У Ану Бараку у нас третий левел. Тут в принципе можно его даже в наглую пойти. Ес дает фиссуру, это смерт. Все, карапас стан, все закайтили и просто free frack, просто диспейлим стан и все, что можно. Все, спокойно уходим. Ничего сложного в принципе. Немного поднять хитпоинты себе. Можно в принципе на топ пойти подраться. Таванклок. Пытается убить у нас СФа. Давайте немного поможем. Плок тут умирает у нас. Оп, забираем. Антимаг у нас изи по идее уходит на блинки. Давайте вкачаем третий. Да, на блинки он уходит. Бьем одного крипа, вязаем орбу нашу волшебную Dark Pact и все. Можно отойти спокойно дальше. Включаем ПТ-ху на инту и побежали. Пока будем бежать. Ирген у нас маны будет чуть-чуть побольше. Ага, вон он антимаг. Фармит крипов. Если мы его привяжем, в принципе ничего не произойдет. Если он блинканется, то есть он просто разорвет нашу цепь. Но есть и герои, которых Сларк вяжет и все. Как бы просто завязал и все. Так, ну видите, он разрывает просто цепь. Поэтому как бы смысла нет нам его вязать. Вот если его сейчас Фурион убьет, это будет конечно прикольно. Так, там еще курочка. Курочку лучше. Фурион, курочку, курочку, курочку. Курочку разбивай. Хорош, хорош. Все, в принципе, вот так вот. Я все же считаю, нужно собрать лотар и будет по приколу, ребят. Вы, наверное, заметили, что я качнул третий спел. Пишет, что у меня 7к, я не рак. Понимаю. Так, дай боттл. Дай манэ. Дай манэ. Пацан мог меня запулить на фулл ману в принципе, но он не знает, как через контрол. Типа, ну такое. Какие разговоры. Какие разговоры как бы померились с писюшками. Такое. Неинтересная игра на самом деле, ребят. Я считаю, что игра вообще неинтересная. Отойдем, чтобы нас не сильно продамажило. Все, лучше уйти, ребят. Потому что мы не нанесли вообще никакого хреника ему. С руки у нас ничего, к сожалению, нет. У АСФ очень активные способности, которые позволяют ему неплохо, так сказать, продамажить нас в инвизе. Я лучше схожу на базу и принесу себе лотарчик. Будет намного спокойнее и приятнее потом в реализации нашего персонажа. То есть это более чем будет приятнее. Никогда не могу пройти мимо вот этих персонажей, мимо вот этих крипов, потому что они фармятся на сларке просто изюмительно. Просто посмотрите, как быстро я их убил и просто побежал дальше. Мне еще очень нравится его расход маны с определенных способностей. Просто 40 маны на то, чтобы нанести 30-300 дэмэджа, ребят, это очень мало, поэтому на сларке просто имея к виллу и если будем обузить у нас ПТ-шечку, то просто на изи. Сейчас. Просто на изи мы можем фармить леса, даже будучи, не имея маны, просто. Просто я не знаю, это классно, ребят, не знаю, как вы к этому отнесетесь, к тому, что я вам рассказываю, но это классно. Так, антимаг у нас там ладность купил. Зачем-то еще и с этим он еще и с так, с Эфонас на руну. На руну, да, на руну увидел я его по карте. Идем на руну. Заберем руну, нет, руны нету. Цепляем, даем пару тычек, цепляем. И Клоп у нас отличненько так стилит, молодец. Далеко пойдешь. Давайте третью вкачаем. Так, что-то я повис. Что-то я повис. Давно такого, кстати, не было, ребята. Опа и побежали. Понимаю. Так, ладно, заберем тут крипов тогда. Сларк вообще такой персонаж, которым постоянно если агрессивно играть, то будет по кайфу. Будет по кайфу. То есть мы агрессивно бегаем, постоянно кого-то стараемся убивать. У нас тут неруб пятого левого, ребят. Можно с неруба с пятым левелом в принципе изи убить. У него нет шестого, он не уйдет у нас сразу. Опа, ну зачем закрывать, я не понимаю. Чтобы фраг застелить или как? Ну, я тут, я тут у меня дэмэджа вроде хватает. Опа, и фиссура такая, ребят. Ну, хорош. Так, ПТ-шку на мту и побежали. Спокойно бегаем, пока манна регенится. Надо найти какого-нибудь эсэфа и заувнить его. Ага, вот у нас базилка засветилась. Можно подождать эсэ, но, наверное, не будем ждать. Просто подамажим антимага, постягиваем статы. Ну, Клок там прыгает, мне кажется, зря, потому что антимага есть блин. Как бы тут только его под станом разбирать и все. Обузим ПТ-шку постоянно на инту. Давайте заберем этот кэмп. Заберем его буквально в 11 секунд начали бить и меньше, чем за 10 секунд мы спокойно разбираем этот кэмп, ребят. Поставили ПТ-шку на инту и побежали. Опа, вот он. Опа, прыжок очень хороший. Ой, надо отойти немножко и подходим опять. Все, нас видели такой эффект орбы венома разлетелся. Фига, там антимаг бушует просто с маднесом убивает бедного снайпера. В принципе такое. ну, как видите, на сларке в принципе ничего сложного. Ничего сложного в принципе нету. Снайпер рак сейчас напишет. Бедно. Ах, не угадал. то есть в принципе на сларке нет ничего сложного играть. Ребят, просто нарезаешь, берешь и все. То, как его собирать в принципе разных много у нас комбинаций. Давайте мы соберем орчит и накажем антимага. Соберем орчит. Орчит она в принципе копейки. Остается у нас только роба и и соби маска и рецепт сам. И давайте лучше тогда наверное принесем сразу себе чтобы не уходить на базу. Мано реген у нас будет кошерный. Будем бегать и огнить. Руб стоит каст ждет. Ну вот есть ребят еще хоть спросили у меня несколько раз записать вам видосик о том какие касты нужно делать через шифт а какие нет. Вот как раз таки каст наруба это такой каст который через шифт делать боже он несколько он среди шрапнели кидает на tower боже понимаю понимаю то есть это такой спел ой такой спел такая вот ну есть такие темы есть анимации определенные которые не нужно не нужно подвергать так сказать портить шифтом ребят шифтом портить не нужно то есть как что значит не портить шифтом шифтом то есть видели наруб стоит кастует То есть и Сларк стоит кастует И через шифт, если мы это будем делать Смотрите, я вам сейчас покажу Смотрите, я вам сейчас покажу Вот я бегу, нажал Видели вот этот каст? То есть этого каста не будет, если мы будем делать это от руки То есть если мы будем вот так вот через шифт делать Но сейчас, к сожалению, поздновато нажал То есть у нас персонаж будет вот этот каст проделывать Ненужный, абсолютно ненужный каст И то есть вместо того, чтобы пойти дальше то есть он останавливается и кастует у нас но чтобы этого не было вот просто мы перекликиваем мы сбиваем этот каст направлением движения то есть мы нажали кнопку какого-то каста который мы делаем и далее просто персонаж направляем куда-то идти чтобы чтобы не было вот этого какого-то ну вот этой вот анимации вот и в принципе все shift shift он пользоваться не надо ни в коем случае потому что это только усугубляет передвижение нам нашему персонажу и в принципе все то же самое на тинкере на тинкере когда играем когда ты поехаемся только касту и ракеты там допустим или что-то еще есть тоже вот эти ткасты касты паразиты через которые которые через shift делать нежелательно вот как бы вот так вот я надеюсь вам это будет информация полезно но не знаю буду ли выкладывать я этот ролик наверно выложу все равно потому что очень много порассказывал всем будет наверное интересно послушать мое мнение лично данном персонажи и реализации этого персонажа в целом то есть как бы ну вот так сожалению играем против троих но ничего не поделать ничего не поделать ребят принципе сейчас возьмем морчит уже и пойдем заканчивать возьмем антимага накажем чтобы антимаг нам сильно не выпендривался как-никак их трое у них идет буст шмотках это значит что мы в любом случае немного слабее будем будем и как бы вот так вот возьмем еще сделаем она кидаем и побежали все хорошо зале арчи ты next там либо скади либо бкб ребята ситуационно вот я так как у меня есть фарм так как я фармлю меня в ситуативном вот этом мышление что нужно собрать я вижу антимага и нужно собрать соответственно vs антимага vs антимага арчи давайте мы плоховато если честно сделаем арчи ты мог торт пак завязали и нормально пойдет пойдет в принципе он нужно было на самом деле сало накинуть на на руба чтобы он ничего не нажал и спокойно забирать из эфа привязав его но как получилось так уже получилось в принципе выиграли выиграли и этого достаточно ребят смотрите у нас есть 8 стаков 64 гилы 105 демоджа с руки знаете еще чем можно делать на сларке вот то есть мы запрыгнули сюда вот так нас не видно будет то что мы тут и принципе нас не будут ожидать антимага появляется тем временем манта арчить может принципе не нужен но такая вот хрень на самом деле пока я собирал арчит у него появилась манта это на самом деле плохо ребят потому что арчит я собирал только для него в принципе и ну такое такое это за счет того что у него бус шмотках идет потому что у них два ливера и он бы антимаг так быстро эту манту не поднял так как я фарм в принципе все это чисто мое мнение не знаю осуждайте не осуждайте но вот такая вот будет игра сейчас запушим быстренько дыруб зашел у нас в инвиз главное вовремя успеть дарк пак нажать и все принципе два инвизора убиваем асэфа давайте пробежимся немного так дарк пакт успел нажать за добавь там хуки еще давайте за него то побежимся немного есть кидая морчит пацану и под замедлением nice на фурион фурион есть фурион по фарму чемпион обязательно надо застилить с ультимейта и все и здесь отсюда вы спокойно уходит у меня кд братан мне кажется не стоит тут есть вот как бы вот такая вот тема можно башек next нам сделать можно сделать next of sky не но тут приоритете я думаю будет сделать sky не потому что так антимаг у нас запрыгнул давайте мы ему тоже туда запрыгнем связай морчит вот он настоящий не знаю так но он меня не убьет убьет есть у меня мама на блинк опа 4k в кармане хорошо а если можно немного стаки под набрать все пришел они за два удара 2 стака 8 ловкости в принципе нормально так у нас есть тем временем 4 200 можно сделать вообще хекс то есть по наркомански пойти чтобы контр пикать специально но суть этого персонажа по сути это не будет раскрывать потому что обычно как правило с ларк это у нас персонаж который душит за счет скади раннего и за счет бкбшки бкб скади баш и все и гвп то есть персонажи там все разваливаются просто такой смысл у нас в принципе нас ларки всегда был и будет давайте мы наверно ставим урбу на базе купим себе башек и пойдем туда наверно заканчив также можно ребят еще покупать ему даггер в принципе ничего в этом зазорного такого нету прыгнули завязали или отошли и отпрыгнули еще раз отрум то есть больше больше нас появляется такой мобильности которые которые на в принципе у нас и так ее много но и как бы шо как бы вот так вот не то есть как бы вот вот так вот есть у нас башек гол антимага душить переставляем с латенцией с латенцией не знаю что у меня баш есть арчат кинем и запашил на спрос не попадаю к сожалению есть у нас ультимейт главное успеть нажать дарк пак ты но тут на самом деле сейчас опасно стоять потому что там два инвиза сf может к стану просто с инвиза и на руб дать тычку давайте попробуем вот так сделать за сэйвить пацана нашего хорошо планшек часа сфер с ученика становится оба хорошо пока я у нас там вывели отлично душем этих крепочков и заканчиваем игру такая сейчас на ребят скучновато я ребят игра для вас но очень информативно поэтому слушайте просто просляться смотрите как душем рачонков тут нас ларки всяких сфов тут включили мой дебаф и убили сразу заходим в ультимейт и убегаем потому что там не вижу смысла драться есть у нас еще прыжочек позволяет нашим персонажам мобильно двигаться как видите полностью оправданный оправданное название персонажа эскейпер то есть как бы ну как бы вот так эскейпер есть эскейпер эх я бы убил я бы там убил сфа тоже тут душат нет у меня хит-поинтов дальше оставаться на самом деле не мана не хп потому что скаем там накинуть сало и будет некомфортно будет нам некомфортно антимаг тут у нас бегает хочет прыгнуть наверное знаю ес ес наверно хочет убить но у ес еще достаточно маны чтобы не умереть с моновой да и кстати есть такой прикол вот сейчас как вы видели типа у меня персонаж бежал и типа сларк так вот это настоящий будет да нет настоящий ой как я так как я так убежали бежали под пуговец на такое такое ребят ну вот такой вот гайдик получился 25 минуточка как говорится не знаю что еще сказать но игра если честно ребят было скучновато но очень много информации для вас будет как-никак это гайд в гайде в принципе сам смысл гайда это показать скиллы способности в теории как как им персонажем этом играть и в принципе все я думаю принципе гайд удался ребят но пишите свое мнение конечно же в комментах и обязательно говорите на какого персонажа еще снять гайд всем спасибо за просмотр